8 февраля в России отмечается День науки. Он был учрежден указом президента страны в 1999 году. История праздника уходит корнями во времена правления Петра I. По его велению в 1724 году был издан указ о развитии науки в российском государстве, благодаря чему появилась первая Академия наук и художеств. Сегодня научное сообщество нашей страны насчитывает тысячи талантливых специалистов. Биологи и инженеры, архитекторы и географы, историки и филологи каждый день трудятся на благо своей страны. В понедельник с руководителями высших учебных заведений региона встретился губернатор Игорь Руденя. Подробности общения в материале нашей съемочной группы. Студентка второго курса педиатрического факультета Тверского государственного медицинского университета Анивер Петян еще в школе решила связать свою жизнь с научной деятельностью. Девушка родом из Москвы, но поступить хотела именно в Тверской вуз. Она уверена, что только в столице Верхней Волжья она сможет реализовать все свои идеи. Сегодня Ани занимается разработкой метода сращивания костной ткани под воздействием лазерного излучения. Благодаря работе юной ученой восстановление после травмы проходит в минимальные сроки. Сейчас метод, разработанный Ани, апробируется на спортсменах региона, а девушка уже строит дальнейшие планы. Я хочу заниматься наукой дальше, развивать научную деятельность Тверской области и помогать молодым ученым тоже стремиться к развитию науки. И таких примеров в Верхней Волжье тысячи. На сегодняшний день Тверской регион известен как один из научно-образовательных центров России. Вузы Тверской области стабильно входят в число лучших университетов страны. В Верхней Волжье действуют крупные исследовательские центры, разработки которых зачастую не имеют аналогов в мире. Впрочем, важные открытия совершаются не только в больших НИИ. Вот в этой лаборатории Тверского государственного медицинского университета тоже ведется серьезная работа. Специалисты лаборатории занимаются изучением микроорганизмов, живущих в организме человека, и их влияние на микрофлору. В будущем это позволит создавать более эффективные препараты для лечения тех или иных заболеваний. Если создать такие пробиотики, которые будут выделять вот эти вот газы, которые регулируют, допустим, нервную деятельность, сердечно-сосудистую деятельность, то вот это как раз и будущее создания новых, они уже будут называться не пробиотики, а фармабиотики, поскольку оказывают своими метаболитами регулирующее действие на различные органы и системы нашего организма. Помощь в работе лаборантам оказывает вот этот прибор — газовый хроматограф. Дорогостоящее оборудование было приобретено около двух лет назад. Аппарат сложный, поэтому к работе на нем допускаются только опытные ученые. Но и тем специалистам, которые только делают первые шаги в научной деятельности, также есть где реализовать свой потенциал. Для этого по инициативе главы региона в Верхней Волжье была создана Ассоциация молодых ученых Тверской области. Цель ее работы — интеграция новых кадров в научное сообщество. Не только в рамках своего вуза, но и в рамках других вузов. Например, медикам будет очень интересно работать с техническим университетом или с гуманитарным университетом. У нас есть сельхозхозяйственная академия, которая будет заинтересована в наших медиков. А с прошлого года хорошим стимулом для ведения научной деятельности стала учрежденная по инициативе главы региона Игоря Рудени премия для молодых ученых. Кроме того, юные специалисты Тверской области могут претендовать на различные гранты. Но и этими новшествами поддержка со стороны государства не ограничивается. О том, как еще можно стимулировать молодых ученых, разговор шел на встрече Игоря Рудени с руководством Тверских вузов. Участники общения сошлись во мнении, что на сегодняшний день одним из главных приоритетов в работе должны стать создание условий для развития региона, а также трудоустройство местных молодых научных кадров. Сегодня региональной власти важно понимать, как идет развитие науки в области. Во многом именно для этого и проходят подобные встречи.